Скажешь, когда ты готов? Я готов! И кто же угадает, где мы находимся? Я вам расскажу. Мы находимся в Тбилиси, столице Грузии. Честно, мы в предвкушении. Мы знаем, что Грузия сейчас очень популярна. Но мы хотим рассказать о тех маршрутах, о тех местах, которые обязательно нужно посетить, когда вы находитесь в Грузии, в Камарчопад, один день. Поехали! Все мы знаем, что почти у каждой девушки есть друг или знакомый кавказец. У меня, конечно же, тоже есть свой кавказец в Тбилиси. И это Михаил. Здравствуйте. Он вышел в сад, хотел дойти до дерева. Не смог дойти до дерева, упал. Разве путь твой ближе, чем дорога млечная? О каких потерях плачет птица встречная? Я хотела сказать, что когда вы будете в Тбилиси, вы обязательно должны прогуляться по этим улочкам. Здесь невозможно потеряться. Каждый вам подскажет. Более того, возьмет вас за ручку и проведет вас до вашего места. Бери меня за ручку, веди. Сегодня у нас гостят художник, творческий человек. Скажите, вы ли это все нарисовали? Когда приезжают иностранцы из России, из Украины, они всегда замечают, что у нас другая гамма цветов, и она похожа на грузинскую природу всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, к чему относится этот дом, кто в нем жил, какая у него история, потому что настолько это красиво и настолько это эстетично, что ты просто ходишь и фотографируешься, наслаждаешься тем, что там происходит. Как вы думаете, это стоит делать так или лучше все-таки брать гида? Конечно, можно самому прогуляться по городу. Вот отлично, пошли. Смотри, смотри. Тут самые маленькие часы в мире. Вот, смотри. Красиво, да? Где? Вот они. Где? Не вижу, не вижу. Это часы. Да, это самые маленькие часы у нас в городе Тбилиси на башне Резо Габриадзе. А вы Тбилиси считаете миром, да? Ага. Итак, очень интересная новость. В Грузии, в мясной стране, все-таки есть вегетарианское кафе. Запомните ориентир. Театр Резо Габриадзе. Проходите совсем чуть-чуть, и вот вы в овощном и фруктовом раю, так скажем, перед церковью. Приходите. И, кстати, кафе называется Лейла, что значит флирт с турецкого. Пофлиртую. В Грузии религия, да, православие – это очень важная составляющая каждого гражданина страны. И даже так шутят иногда, что психологи в Грузии не так популярны, потому что у каждого человека есть бог, есть духовный наставник, куда они приходят и изливают свою душу, и им становится легче, как многим становится легче после психолога. Вот, на самом деле, поэтому, именно поэтому в Грузии очень много церквей, очень много храмов, потому что здесь религия на первом месте. А мы находимся в очень интересном месте для грузин. Это мост мира. Но грузины по вечерам девушкам расскажут, что это мост любви, и так что такой же ты мост. Ну, по вечерам это любовь, а дадим это мне. Настоящий, ты от настоящего грузина. Пойдемте. Не знаю, а у тебя есть мама? У всех есть мама. С моста мира открывается прекрасный вид. И, если вы заметите, там на горе стоит женщина. Это мать Грузии. И действительно так удивительно, что в Грузии, в такой вот колоритной стране, все-таки такое почтение и уважение к женщине, что женщина встречает тех, кто приходит в Грузию, тех, кто приходит с миром, чаша, с вином, тех, кто хочет нас немножко позлить, показать характер, тому меч. Вот это женщина, вот это уважение к женщине. Главное место все-таки ей. Держа в руках меч. Надо покататься на канатке, говорили они. Подняться к маме Грузии, говорили они. Но очень жарко и очень большая очередь. Я думаю, пока прогуляемся по Грузии, но вы обязательно должны подняться. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы с вами находимся в серных банях, А если быть точным над серными банями, это сердце Тбилиси, старого Тбилиси. Именно серная баня является фишкой Грузии. И обязательно каждый человек, который приезжает в Тбилиси, должен сходить. Слава богу, сейчас очень большой выбор бань, начиная от 4 лари и заканчивая 80. В зависимости от того, что вы хотите в банях себе устроить. Мы идем к водопаду, самым известным в Тбилиси. Пойдем же, да? Пойдем. Итак, Грузия – это город, и мы на одной из них. Если вы хотите увидеть Тбилиси с высоты птичьего полета, у вас есть три варианта. Это Нарикало, где вы так живите, маму Грузии. Второе место – это парк аттракционного Тасминда. И третье – это место, где мы сейчас находимся, Черепаршее озеро. Помимо озера – прекрасный вечерний Тбилиси. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok